Об условиях перемирия говорим с Олегом Стариковым, экспертом по вопросам обороны и безопасности. Здравствуйте. Добрый день. Вот перемирие должно было случиться с сегодняшнего дня. Казалось бы, да, в связи с рождественскими праздниками, новогодними, должно быть тихо. И тут боевики уже успели обстрелять Светлодарскую дугу. Вы верите в перемирие с боевиками? Это возможно? Давайте мы определимся. Дело в том, что по нам стреляют не жители Донецкой, отдельных районов Донецкой и Луганской области, которые стали боевиками, которые стали коллаборационистами и сепаратистами. По нам стреляют, ведут беспорядочный огонь, это так называемый, их там нет. То есть российские солдаты, которые приехали сюда по командировке, им выдали, они сдали там документы, якобы их там уволили, им сказали, если вы попадете в плен, мы вас не знаем. Они приехали, сдали там документы, приехали в Луганскую и в Донецкую область, им там выдали так называемое удостоверение ЛДНР. Они вступили в 1-й и 2-й армирский корпус и конкретно не подчиняются на командование Южного военного округа вооруженных сил Российской Федерации, который находится в Ростове-на-Дону. И выполняют приказы именно оперативного управления именно данного военного округа. Поэтому при беспорядочных обстрелах, при беспорядочном огне, который ведут по вооруженным силам Украины, это стреляют именно в солдаты и офицеры вооруженных сил Российской Федерации. Хорошо, почему стреляют, если договорились о том, что будет тишина? Дело в том, что это, для чего это делается? Делается само по себе вот эта логика гибридной войны. Что такое гибридная война? Гибридная война – это достижение политических целей военными способами. Это классическая война. А гибридная война – это достижение политических целей невоенными способами. То есть, смотрите, что такое классическая война? Это концентрация всех своих усилий, вооружений, ресурсов на направлении главного удара, который направлен на самое уязвимое место противника. Вспомните Вторую мировую войну, направление главного удара, кино нам показывали. В гибридной войне совершенно наоборот, в гибридной войне самая основная цель, знаете какая? Неопределенность. Они окружили нас со всех сторон армии, 8-й армии, 20-й армии, окружили и показывают, что если Украина не будет выполнять требования Российской Федерации по имплементации Минских соглашений в интерпретации Кремля, то они на нас якобы нападут. И угроза нападения намного страшнее, чем само нападение. Поэтому они уже 4 года таким способом действуют. А возможно ли то самое нападение? Нет, невозможно. Потому что если будет нападение, вот представьте, сейчас заключили так называемые Минские соглашения. Нравятся они нам, не нравятся, но не заключены. Весь мир их уже признал. Они уже прошли как резолюцию Совета Безопасности 22-22. Хорошо запоминается. И они уже всем цивилизованным миром приняты. И по невыполнению Минских соглашений, в принципе, весь мир цивилизованно наложил санкции на Российскую Федерацию. Невыполнение Минских соглашений со стороны Украины приведет к тому, что санкции отменятся, экономические санкции отменятся в отношении России. Поэтому Украине выгодно именно выполнять Минские соглашения. Но интерпретация, как там записано, от пункта 1 до пункта 13. А Российская Федерация требует по-другому. Она ставит политические цели вперед, безопасные цели, цели безопасности. А Минских соглашений, там первое, отведение тяжелых вооружений, обмен пленными. Там идет сектор безопасности впереди, а политический сектор, они интерпретируют. Давайте сделаем там. Почему? Вот помните, как выступил Путин недавно, когда он отчитывался на пресс-конференции. Он что заявил? Он заявил, если мы оттуда уйдем, там, националисты, правосеки, фашисты, там, всякие вот эти слова, которые есть, придут на ту территорию и всех перережут. Мы этого не допустим. Это будет хуже, чем сребрницы, и поэтому мы этого не допустим. Помните, он об этом говорил? Он об этом говорил. Поэтому они специально переворачивают с ног все с головы на ноги, все перекручивают, и в итоге получается, что правдивая ложь равна двум-трем дивизиям. Вот он все время врет, а не только он, врет Путин, врет Лавров, единственный Шойгу только молчит, и который только ему задание выполняет, то есть он ему задание ставит, он выполняет. А эти врут. А, ну еще есть генералы от пропаганды, как Соловьев там и Киселев, это вообще, это мастера, они просто информационную войну, пропаганду ведут такую, что общество российское, оно не понимает, что тут происходит. Они думают, что тут одни фашисты, националисты и тому подобное. Поэтому, возвращаясь к тому, для Украины, я сейчас скажу парадоксальную вещь, для Украины будет даже выгодно, если они на нас нападут. Я сейчас говорю не как гуманист, я сейчас говорю не как человек, который, человек, который либеральных взглядов, гуманистических взглядов и который заботился, когда служил, окажен своим солдатом. Я говорю как человек, который геополитик. Если они на нас нападают, то весь мир включает еще больше санкций и нам дают летальное оружие. Само по себе летальное оружие, которое сейчас уже президент Трамп дал разрешение, то есть дал указание Госдепу, и Госдеп уже выдал лицензию на поставку в Украине, так называемых, комплексов снайперского вооружения. Это хорошие, это Боретты, это модель 107 М1, это прекрасное вооружение, которое на 1,8 километра может уничтожать, то есть винтовка может уничтожать легкобронированную технику БТР, БМП, ну также ГРАД и тому подобное. Поэтому, еще раз возвращаю, если произойдет, если они на нас нападут, для них это будет хуже. Они проиграют, а они не нападут на нас, потому что они знают, что если они перешли сейчас в интрофазу, интрофаза это переход, перенос внешней агрессии на раскачивание внутренней ситуации, что мы, кстати, сейчас и наблюдаем. Вот сегодняшнее как раз заявление Госдепа США о том, что Соединенные Штаты предоставят Украине усиленные оборонительные возможности. Когда мы можем получить эти усиленные оборонительные возможности? Когда мы можем получить это? Дело в том, что сейчас прошли, сейчас президент Трамп дал указание, Госдеп уже выписал, ну там прошли какие-то формальности, и теперь, и в ближайшее время, я думаю, это произойдет, как только будет принято решение, оно, я думаю, в ближайшее время, месяц-два, оно придет. Вы поймите, это комплекс... А что будет после того, как мы получим... Нет, я вам объясню, почему это произошло, для чего это не сделали. Значит, должна быть 14-15 декабря встреча Курта Волкера с Владиславом Сурком, переговорщиком, по обсуждению резолюции Совета безопасности и введения миротворцев на территорию Ордло. Значит, по непонятным причинам, я говорю по непонятным, потому что никаких комментариев со стороны переговорщиков и правительств не было, Курт Волкер заявил, что ситуация стала еще хуже, чем раньше. И они встречу перенесли, перенесли на январь. Что делает американская сторона? Американская сторона поддавливает, я говорю не давит, она поддавливает и показывает, если российская сторона не начнет выполнять минские соглашения, как они записаны там, то американцы начнут нам передавать летальное наступательное вооружение. Вот это первый шаг, снайперские винтовки, это не наступательное вооружение, это оборонительное вооружение. Если время будет, я расскажу, для чего оно надо. Это первый шаг. Второй шаг, начали обговаривать живелины, правильно? Мы просили у них средства воздушной разведки и средства радиоэлектронной борьбы. В принципе, это все вооружение, которое у нас, но старое, третье поколение, мы его не выпускаем, и оно не высокотехнологическое, и у нас мы не можем такое выпускать. Это все направлено на обеспечение сухопутных войск. То есть мы ведем сухопутными войсками, ведем войну против Южного военного округа. То есть Южный военный округ ведет войну против нас, своими первыми и вторыми армейскими. Объясните, пожалуйста, еще один шаг со стороны Москвы. Российская сторона ранее заявляла о готовности вернуть своих офицеров в совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня. До этого она их вывела. К чему это? Зачем выводить, говорить, что мы вернем, но у нас есть условия? Зачем это? Опять же, тут идет игра. Игра о том, что я как... Вокруг чего торги? Нет, торги. Вокруг резолюции Совета Безопасности. Идут торги. Значит, на второй встрече, о чем я говорил, Волкера с Турковым, были обозначены так называемые красные линии. Эти красные линии обозначают, что Российская Федерация уже за нее не зайдет. Так же самое и западный цивилизионный мир тоже за это не зайдет. По всей видимости, они об этом говорили. После этого, на третью встречу, Курт Волкер принес 29 абзацев. Из них, я так понимаю, все это было обговорено, но их три абзаца только было принято. Что делают американцы? Американцы же уже когда договорились, они поняли, вот до такой линии они ж могут, а они не доходят до этого. То есть имеется в виду, россияне начали обманывать американскую сторону, переговорщиков. Поэтому американцы делают очень просто. Называется принуждение к миру. То есть они показывают, если вы не будете сотрудничать и вести переговоры по совместной резолюции Совета Безопасности, мы Украину будем вооружать. Объясните, чем чреват выход российской стороны из совместного центра по контролю и координации? Дело в том, что само по себе вот эти совместные центры, вот эти офицеры, это, вот мы в принципе должны понимать, там 128 человек, 64 человека с каждой стороны, по 4 группы в Донецке и Луганске с нашей стороны. То есть там офицеры, российские офицеры и наши офицеры, которые контролируют и количество обстрелов друг друга. Еще в 15-м году, значит, уже само, они сидят в солидарии, в одном штабе, в одном месте. Ну, тетрадки уже не начали вести отдельно. То есть у российской стороны своя тетрадка, а у украинской своя тетрадка. И поэтому никакого взаимодействия нет. Если выход российских офицеров ничем не чреват для украинской стороны, то почему украинская сторона так настаивает на том, чтобы они вернулись? Украинская сторона, надо посмотреть по-другому. Они, как его, они настаивают с одной, это опять же, это идет игра. Они там вообще ничего не делали. То есть реально они никакую пользу не выполняли. Кроме того, что разведывали наши, дислокации наших воинских частей, передавали информацию о пролете беспилотников дронов с специальной мониторинговой миссией ОБСЕ. И для того, чтобы коллаборанты прятали свое тяжелое вооружение. Потом беспилотники пролетели, они выкатывали и начинали обратно по нам стрелять. Когда начали давить и Меркель, и Макрон начали давить, правильно же, поэтому наши решили, давайте назад. Но уже по нашим, ну будут по нашим требованиям. И что они еще боятся? Они боятся вот отпечатков пальцев. Потому что с 1 января, пересечения границы россиян и белорусов, будет проходить биометрический контроль. А вот представьте, разведчик проходит биометрический контроль. Быстро все пробивается, и он уже в другую страну особо не поедет. Это тоже одна из тех причин, по которым они совершили Димаш. Сейчас, наверное, идут переговоры, чтобы не было этого биометрического контроля. Вот посмотрим, вот с Нового года, если вернуться будет для них или нет. Спасибо вам за эти комментарии, за это объяснение. В студии был Олег Стариков, эксперт по вопросам обороны и безопасности.